Каждую неделю герои нашего проекта отправляются в путешествие. Они даже не догадываются, куда их забросит судьба. Может быть в космос или еще дальше. Все решит игра «Камень-ножницы-бумага». С Новым Годом, Леший! У-у-у, у нас получилось! Ой, она разорвалась. А чего мы здесь сидим? Ну что, пробуем блин с карпивой. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Привет, это «Камень-ножницы-бумага». Новый Год наступил, Дед Мороз раздал подарки и, наконец, мог сесть у елки, укрыться пледом и спокойно наслаждаться какао с маршмеллой. Это я к чему? К тому, что Дед Мороз сейчас не занят и самое время отправляться к нему в гости. Поехали! Олеся любит роскошь и себя на фоне роскоши. Ее руки ни разу не касались лопаты. Она никогда не копала картошку и на грядке не отличит укроп от морковки. Даша веселая и общительная. В путешествии пользуется принципом «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Легко находит общий язык со всеми, кто встречается ей на пути. Привет, девчонки! Привет! Были ли вы когда-нибудь в гостях у Деда Мороза? Конечно, не один раз. Да. А знаете ли вы, что у Деда Мороза в Беларуси несколько резиденций? Знаем. Да. Ну, ничем вас не удивишь. По всей стране разбросано. Сегодня вы отправитесь в гости к Дедам Морозам. К Дедам? По разным маршрутам. Давайте сыграем в камень-ножницы-бумага, чтобы узнать, кто к какому. К деду отправится. Камень-ножницы-бумага. Раз, два, три. Залейки. Да, это резиденция в Гродненской области. Хованщина. В Брестской области. Хованщина – это партизанский Дед Мороз. Партизанский Дед Мороз. Это интересно. Залейки, я не знаю, какой Дед Мороз. А у тебя, Олеся, брат Деда Мороза. А брат? Дед Зимник. Дед Зимник. Ну что, поехали? Погнали. Новый год, Новый год, Новый год. Как же я люблю Новый год, потому что под Новый год происходят чудеса. Опа! Снегурочка на месте. И сегодня свое новогоднее путешествие я начинаю с деревни Залейки. На территории Налибокской пуще расположилась усадьба Деда Зимника и бабы Завирухи, куда я, в принципе, и приехала встречать свой Новый год. И меня там, на пороге, можно сказать, леса, встретил... Здравствуйте, я сказочный гнур. Здравствуйте. Сегодня я вас приглашаю в путешествие по сказочному Залейковскому лесу. Но прежде чем попасть в усадьбу, надо подойти к волшебному камню. Если дотронуться до камня и загадать заветное желание, оно обязательно исполнится. Хотите попробовать? Конечно. Тогда загадывайте желание. Просто загадывай, да? Положите. Да. Привет, Фанда! Можно тебя потрогать, Фанда? Михаума! Михаума! Ну? Михаума! Вам нужно знать пароль, иначе дальше в лес мы не пройдем. А где же мы его найдем? Где-где? Я знаю, я вам его скажу. Ну, запоминайте. Сказка, сказка, отворись, поскорее к нам явись. Сказка, сказка. Отворись. Отворись, поскорее появись. Сказка. К нам явись. Можно я запишу? В сказочном лесу тебя кто-то везде караулит. А что это у нас за табличка? Леший сказочный герой, дух, хозяин леса. Где искать этого лешего? Где-где? Вон он, на дереве сидит. С Новым годом, Леший! И вас! Целый день сижу у елки и не слышу, что я сейчас звонки. Это салли, разбойно. Где? О, не как, к нам, пожалуй, привет, к нам, что привезу тебя в мой сказочный лес. Где он бы встать, как деду Зимнику и папе Савирухе? Волшебные слова вы знаете, чтобы наши волшебные ворота открылись? Конечно, знаете. Ну-ка, наверное, да. Давайте, давайте. Сказка, сказка, отворись, поскорее к нам явись. Тут дорожка, свободность. Несмотря на всю сложность военной жизни, все равно праздники существовали, и люди их отмечали. И как это делали партизаны, мне было очень интересно посмотреть. На подходе в деревню случилось нечто невообразимое. Стоять! Ой! Кто такие? Командир! Мне сказали, у вас Дед Мороз партизанский. Пожалуйста. Документы есть? Есть. С какого отряда? С отряда корреспондентского. Выбежали люди с оружием, начали требовать у меня документы, спрашивать, кто я, что я здесь делаю. Пойдемте с нами. А куда? Сюда идем. Сюда идем, проходим. Я испугалась, и мне сразу показалось, что я попала просто в плен. И все, что я помню, это звук выстрела. Но, как оказалось, это была часть представления, часть шоу. Именно так встречают здесь туристов. Ты жива? Не попал! Вот так встречают в партизанском отряде туристов. Голостые, товарищи, проходите. Рады вас приветствовать. Попала я первым делом в штаб партизанского лагеря. Здесь проходят все наши мероприятия. Мы зарабатываем планы на падение на немецкие гарнизоны. Зашла к нам штаб-радистка Раиса Ивановна и зачитала телеграмму с поздравлением с Новым Годом. Дорогие товарищи, граждане Советского Союза, партизаны и партизанки, жители советских районов, временно захваченные немецко-фашистскими оккупантами, поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Ура! 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 Я в редакцию! А я с вами! Можно с вами? Да-да-да, пожалуйста! В редакцию! Пожалуйста, распечатайте, и надо растиражировать и передать в наши населенные пункты. Хорошо. И я тоже попробовала себя в качестве машинистки вот на этой старой печатной машинке. Начинаем. Новогодние... Ой! Ой, ну... А как отжать? Ой, сюда, а это... Как же это тяжело, казалось бы. Так, речь. Так, пробел. Да. Казалось бы, что все просто. Клавиатура, все для нас привычное, но права на ошибку практически нет. Аккуратно и без ошибочек. Малейшая помарка, и поздравления нужно перепечатывать. Заняшно. И еще одно испытание, которое я должна была пройти, это пострелять. Дегтярев пехотный. 27-го года выпуска. Зарядили. Теперь на курок палец ставите. И кнопочку нажимаю. И кнопочку нажимаете. Одновременно? Вы уверены? Сначала кнопочку. Да. Да, руку берите. Кнопочку нажимаете. Нажала. Ой, и что делать? Тебе на курок. Первый раз в жизни я стреляла очередью. Понравилось? Это просто нечто. И хотя патроны были холостые, эффект такой страха и ответственности за то, что ты стреляешь куда-то, был огромным. И вот оружие – это действительно вещь, с которой не нужно баловаться. Даша отправилась в гости к партизанскому Деду Морозу, который живет на Хованщине. А вот Олеся в деревню Залейке, где поселился родственник Деда Мороза, «Дед Зимник». Персонажи – они добрые, подарки дарят и желания исполняют исправно. Но прежде подарки нужно заслужить и пройти новогодний квест. Кто не пройдет, тот отправится домой ни с чем. Смотрим. И тут нас встречает Баба Яга. Здравствуй, Бабушка Яга. Здравствуй, Бабушка. Все прочь на задний план. Кто заставила тебя посетить мои места? Надо попасть к Деду Зимнику и Бабе Завирухе. А под Новый год народ дружно водит хоровод. Вот и вы мне сделаете хоровод. Ну что, придется? Смотрите, становитесь. Сюда? Да. Туда пойдем, побеги. Вперед четыре шага. У нас четыре шага. Потопаем. Оп. И попрыгаем. Еще разу. Опа. Опа. Баба Яга отправила нас дальше. Я поняла, как можно создать самому вьюгу. Как думаете, при помощи чего? Все, у меня есть волшебная подушка, которую я каждый год взбиваю, чтобы узнать, будет ли снег на Новый год. Давайте в этом году узнаем. Давайте. Будет? Будет! Хочешь маленький, но... А можно я попробую тоже? Можно. Так, будет же снег или не будет? Ну? Давай, давай, давай. О, будет, посмотрите. Будет, будет, будет. Будет снег на Новый год. Ну что, маловато как-то снега, хочется больше. Еще раз попробуем. Мне так тоже показалось, поэтому предлагаю, да, побольше снега. Как-то этой зимой его не хватает. У нас получилось, да, побольше. Бы замело здесь. Все. Все будет беленькое. Все будет беленькое. Это что вы такое печете? Это блины с сарданой муки на сыворотке и с крапивою. Лепешки, колбаса, сало – это праздничный стол. Крапиву собирали, заготавливали летом, сушили, ну а потом зимой выпекали блинчики. А здесь на Полесье крапивы много? Много. Я попробовала испечь лепешки из крапивы. Чтобы сделать такой вот блинчик из крапивы, сначала смазываем сковороду салом. И можно было делать лепешку на всю. Ой, да, да, можно сделать это, что такое, на всю сковороду. Ой, слушайте, коленки напекло. Я не знаю, как можно целый. Зато тепло. Ой, оно разорвалось, потекло не туда, а кожа. Так. Ну что, пробуем блин с крапивой. Слушайте, а вкусно. Я попробовала, и у меня был страх, что сейчас десна будут сжечь, как от крапивы, когда ты в детстве обжигался ею. Чувствуется крапивка на зубах? Витамин. Ну это витамин, класс. Постное блюдо. Но нет, все было вкусно, довольно пряненько, и я рада, что попробовала такой вот партизанский деликатес. А что мы здесь сидим? Просто отдыхаем. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. В лесу родилась елочка. Похоже, Олеся всерьез поверила в Деда Мороза, вернее, в зимника. Она не просто разгадала тайну вьюги, она научилась ее вызывать с помощью перевой подушки. А вот Дашин квест оказался не таким белым и пушистым. Партизанский Дед Мороз неженок не любит. Все серьезно. На столе картошка, гречка и лепешки из крапивы. Даша сама приготовила. Ой, голос леса. Так как же он звучит? Потому что мне интересно узнать, что это такое. Держите, будем слушать. Вот оно, какое звучание леса. А я-то даже и не догадывалась. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была. Вика захотела подснежников, да еще зимой, как в той сказке, понимаете. Я расстроилась. Я думала, не выполню задание, домой без подарков. Но нет. А вот это поляна наших 12 месяцев. Знаете сказку? Про подснежники? Про падчерицу, которая ушла их собирать. Месяцы сейчас ушли куда-то погулять. Ну, мы можем на них посидеть. И цветочки для нас. Видите, для каждого месяца свой стульчик. Посижу-ка я здесь. Видите, подснежники, которые собирала девочка-падчерица, ну, куда-то они все ушли вместе. Жалко, костер не успели рожать. А девочка-то где сама? Она вместе с месяцами пошла гулять. А чего мы здесь сидим? Отдыхаем? Просто отдыхаем. Просто отдыхаем. Ну что, наверное, пойдем? Так, отдохнули. Затем меня встретил зайка-побегайка. Здравствуй, заяц. Здравствуйте. Здравствуй, гном. Здравствуйте, друзья. Я веселый зайчик-попригальчик. Я в этом году гощу лисы в домике. Ну, знаете, у нас в этом лесу живет легендарный дух леса. Но когда приходит осень, он начинает расстраиваться от того, что очень серо. И очень сильно плачет. Плачет, так плачет. Очень сильно. А зимой от его слез вырастают волшебные снежинки-подснежники. Друзья, а помогите мне собрать вот эти вот подснежники. И, оказывается, возле его лужайки росли те самые подснежники. Это подснежник, да? Первый цветочек. А вон сколько их, а вон еще. А это что у нас? А это не подснежник, это просто сказочный цветок. Будем собирать все? Конечно, все подснежники. Так, подснежник. Три, у меня уже четыре. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Держите, вон сколько. Этот букет можете передать мне. А тебе нельзя сайта? Нельзя. Спасибо вам, друзья, за помощь. Я думала, Вике завезу. Думала, подарю Вике букет. Но зайка-побегайка почему-то сказал отдать ему этот букет. Я, честно говоря, расстроилась. Попала еще я в штаб комсомола, где как раз в это время готовились новогодние праздники. И вот сейчас мы с вами увидим, как готовится к новогоднему празднику наши комсомольцы. Проходите. Здравствуйте, Александр. Ну как идет подготовка к празднику? Ну вот, расширяем, так сказать, тексты, количество текстов Катюши. Готовите песню. Скажите, а в этом году подготовка очень хорошо, быстро ведется, потому что... Да, мы все успеваем в срок. Концерт будет. Концерт будет и все будет. Записывались поздравления, размножалась песня Катюши, ее расписывали, чтобы раздать всем. Хотя слова знают все. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Дедик, а ты правда брат Деда Мороза? В лесу родилась елочка. Елочка, горьи! Гори, елочка! Пока Даша пела песни в лесу, Олеся слушала лес. И это не новогодние шутки. Мало того, Олеся нашла подснежники в лесу. Правда, они оказались ненастоящими. Но так или иначе, квест пройден. Дашу и Олесю, ожидая встречи с Дедом Морозом и Зимней. Преодолев весь путь, мы еще встретили Емелю, который вечно спит возле своей печи. А ну-ка на работу, Емеля! Емеля, ты что сидишь? Подъем, подъем! Емеля, ты лучше вставай, пойдем с нами. Веселиться новогоднее. Надо подумать, надо подумать. А, пойду с вами. Так и быть. Правильно, Емеля, Новый год на дворе. Вставайте. И, наконец-то, нас встретил с гномом. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие! Рад вас видеть! Меня зовут Дед Зимник, а это моя баба Завируха. Дед Зимник, а ты правда брат Деда Мороза? Правда, внученька, настоящий родной брат Дедушки Мороза. Дед Зимник хотел вас пригласить на наши волшебные, замечательные угощения. Там появились еще другие сказочные персонажи. Кто-то вас ищется! А это кто? Ну что, пришли на нашу елочку посмотреть? Чтобы ее зажечь, нужно исполнить молитв три заветных желания. Какие? Отгадайте загадку. Какую? У кого есть рот, а нет, есть язык, а нет рта и зубов. А что, я должна одна отказать? Да! У кого есть ушко, а нет головы? Иголка! Ушко, иголка, все верно. Ух, елки, матрешки, чудеса, бабки, ешки, елочка, горьки! Гори, елочка! Мы поводили дружно хоровод. Ну что ж, друзья, приглашаю всех вас в предновогодний хоровод к моей волшебной чудо-елочке! И вот Дед Мороз вышел ко мне навстречу. Вы заслужили награду. Вы увидите настоящего партизанского Деда Мороза! Дед Мороз! Где же он? Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Ура! Дедушка Мороз! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, Дедушка Мороз! Дед Мороз не похож на привычных нам. У него борода не из ваты, а из другого материала, какая могла быть вата в партизанских лесах. Подручные средства! А вам не обидно, Дедушка Мороз, что у вас борода не из ваты? А что мне обижаться? Я же все понимаю, я же все знаю, я за всем слежу. И мы отправились наряжать новогоднюю елку. Подручные средства! Посмотрите, какие украшения! Это самолетики из дерева, это открытки советские, старые открытки, это звездочки красные из дерева. Это одна из наших самых главных игрушек, самых ценных, которая помогала всем партизанам выжить в эти сложные времена. Это парашютики с... Это парашютики с предовольствием. А елка-то колючая! О, держится, держится! Я рассказала Деду Морозу стихотворение непростое, а партизанское. Партизанский Дед Мороз, ты разбил всем фрицам нос, ты разбил им руки, ноги и погнал их до берлоги. Ай, да молодец! Сама сочинила такое хорошее стихотворение Деда Мороза. Ну, это достойно, достойно подарка, конечно же. Конечно. Получила в подарок имбирный пряник. А-а, партизанский пряник. Мы поводили хоровод, спели ту самую «В лесу родилась елочка». В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой, летом стройная зеленая была. В общем, такой получился Новый год в лесу, в партизанском лагере с душевными песнями и, конечно же, испытаниями. Привет, Даша! Привет, Олеся! Привет! Рассказывайте, как погостили у Дедов Морозов. Слушай, ну это шикарно. Честно говоря, я сожалею, что я сейчас не ребенок, потому что я думаю, там дети вообще глаза разбегаются. Чем Дед Зимник отличается от Деда Мороза? Наверное, своим деянием, хотя борода-то настоящая, я проверила. Даша, как партизанский Дед Мороз поживает? Экстремально. Прежде чем его увидеть, я прошла целый ряд испытаний. Я увидела всю жизнь партизанского лагеря, как жили люди в то время и встречали праздники. И Дед Мороз партизанский тоже отличается от привычного. Борода у него не из ваты, а из какого-то материала, такого вот лесного. Вот что смогли, то насобирали. Ваты-то в то время не было. Ну что, я поздравляю вас с Новым годом. Вы можете сегодня уже разбирать чемоданы. Но помните, что очень скоро вас ждут новые путешествия, и они, поверьте, вас удивят. С Новым годом! Это был проект Камень-ножницы-бумага. Наши Торисы заранее не знают, куда же их забросит судьба. Может быть, на Марс, Венеру или на Бали. Все решит игра Камень-ножницы-бумага. С Новым годом! Пока! Точка. Значит, я скажу, здравствуйте, мы подходим, и вы, как бы, скажете, вот, наша наборщица, представьте. И вот мы к вам пришли с тем-то, тем-то. Зайка! Подождите, мне... Гном, боже, на что вы? Подлечите, на какую сумму был вылечен прибыток от господарки Кулака Мейштовича. А для какого это класса? Тут цифры 950, 150, 154. Как же это сложить-то? Для третьей группы 7-4-годовых школ. Я обниму зайку. С Новым годом, зайка. Спасибо, и вас с наступающим Новым годом. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова